Девушки отдыхают Вторая команда Казанского федерального университета играет с командой Тимирхан Кубок университета по мини-футболу, математики и химики разыгрывают очередную путевку в четвертьфинал Гость студии Алексей Ливанов, подводим итоги первого круга студенческой футбольной лиги Республики Татарстан Начнем сегодня с хоккея На минувшей неделе вторая сборная Казанского федерального университета, а именно хоккейный клуб «Студенты» Играли с лидером чемпионата Казани по хоккею, хоккейным клубом «Тимирхан» Как прошла встреча, узнаешь в следующем сюжете 7 ноября в дворце спорта «Ватан» состоялся очередной матч Казанского первенства по хоккею На этот раз команда Казанского федерального университета принимала хоккейный клуб «Тимирхан» Игроки федерального настроены прервать свою серию неудач, но снова что-то пошло не так Красивой комбинацией игрок «Тимирхан» открывает счет в матче Далее соперники федерального не сбавляют темп, наоборот, усиливают давление И к концу первого периода на табло горит 4-0 в пользу казанской любительской команды Похоже, что и на этот раз команде Кафу без разгрома не обойтись Однако во втором периоде университетская команда дает понять, что не собирается отпускать руки И всеми силами старается переломить ход игры Мастерство игроков «Тимирхана» берет вверх и по итогам второй 20-ти минутки на табло 6-0 Третий период проходит более спокойно Вратарь Кафу был надежен, но от пропущенных голов никуда не денешься 8-0 к концу третьего периода Но казанский федеральный все-таки смог подпортить настроение голкиперу «Тимирхана» И забил таки одну шайбу, 8-1 по играм встречи Соперник молодцы, играли хорошо Молодежь бились, старались Вратарь хорошо сыграл, в принципе, счет должен был быть больше Амаль Тимиров, Сергей Песцов, Роман Полинсков, Неделя спорта Кубок университета по мини-футболу продолжается В минувшую среду на паркете Уникса встречались сборные института математики и механики имени Лобачевского и химического института В прошлом розыгрыше Кубка обе команды не смогли преодолеть стадию 1-8 финала Кто в этом году побил уже свой прошлогодний результат, узнаешь, как обычно, в нашем традиционном обзоре 6 ноября состоялся очередной матч Кубка университета Где встречались сборные института математики и механики и химического института В прошлом сезоне Мехмат был очень силен, но преодолеть стадию 1-8 финала не удалось Проиграв институту экономики в серии после матча в пенальти И в этом году у математиков серьезные намерения на этот турнир Химики же в этом матче считались знаменальными аутсайдерами Но было любопытно узнать, смогут ли они навязать борьбу и выстрелить в этом сезоне С первых минут матча Мехмат начал притинговать и первой же атакой Руслан Хабиров открыл счет в матче На этом доминирование не закончилось и спустя несколько минут Бертран Тайси Ламе мощным ударом удвоил преимущество математиков Далее практически все оставшееся время первого тайма химики не могли выйти из своей зоны А ближе к перерыву Руслан Хабиров сделал дубль и довел счет до разгрома 3-0 Химикам срочно надо менять игру Во втором тайме математики играли в комбинационный футбол, стараясь разрывать оборону химиков 2-3 пасами с выводом игрока на добивание И института Мехматы это получалось И на седьмой минуте второго тайма Руслан Хабиров оформил хэт-трик А позже Бертран Тайси Ламе был не намерен отставать от своего партнера по команде И забил еще два гола, оформив второй хэт-трик в матче и в команде Во втором тайме химики были активными, но ошибки в передачах и нехватка мастерства в завершении атак не позволили им побороться с математиками на равных На последней минуте матча Булат Гилмурахманов размочил ворота Мехмата 6-1 Институт математики и механики проходит следующую стадию Кубка университета и узнает своего соперника 13 ноября Где встретится Институт филологии и межкультурной коммуникации с Институтом международных отношений Ильвина Губайдульна, Владислав Кузора, Неделя спорта Итак, программа продолжается, у меня теперь в студии Алексей Николаевич Ливанов Алексей Николаевич, я вас приветствую Привет, Роман Обсудим сегодня первый круг чемпионата студенческой футбольной лиги Республики Татарстан Надеюсь, для вас он прошел более-менее нормально Ну, наверное, здесь правильно было сказано Более-менее радует, что показали пока на данном этапе именно такой результат Ну, вот какой сейчас, чуть попозже, сейчас, друзья, для вас скажу То, что сегодня прошел матч с Академией спорта Там Казанский федеральный университет смог забрать ничью со счетом 1-1 И турнирная таблица после первого круга и плюс еще несколько матчей второго круга Он уже начался, выглядит примерно таким образом На первом месте Казанский федеральный университет 5-7 игр, 5 побед, 2 ничьи и 17 очков в активе На втором месте Паволжская академия спорта У них 8 игр уже сыграно 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение, тоже 17 очков На третьем месте Кнету Каи У них 6 игр сыграно 4 из них одержана победа 1 ничья и 1 поражение У них 13 очков Остальные результаты вы видите у себя на экране Так, Алексей Николаевич, хочется вас поздравить То, что сборная Казанского федерального университета Единственная, пока что Точнее, не пока что Осталась единственной в лиге, кто сыграл абсолютно все матчи без поражений Да, наверное, здесь можно поздравить ребят Но не хотелось бы забегать дальше Сезон длинный, предстоит у нас игры второго круга Надеемся, что ребята, которые набрали сейчас именно такой ход Продолжат они Да, к сожалению, у нас сталкиваемся с травмами С некоторыми проблемами Но благодаря ребятам Благодаря именно Их отношению к игре, к команде, к университету Могут они показывать такой результат Какой матч из всех тех, что прошел К Owens